Доброе утро, друзья! Сегодня мы будем говорить про живопись. У нас в гостях народный художник России, академик Российской Академии Художеств, профессор Евгений Максимов и директор Ярославского Музея Современного Искусства Александр Орлов. Евгений Николаевич, как пришли к православию, потому что, ну, я так понимаю, что вы родились все-таки еще в Советском Союзе? Да, более чем. В 48-м году я послевоенный. Я был совершенно нормальный советский художник, писал картины. Меня пригласили участвовать в конкурсе международном на Кипре на роспись храма. Я его выиграл ни с того, ни с сего. Я даже не знаю, почему именно меня выбрали, потому что там из Германии, из Франции участвовали профессора. Но выбрали меня, может, потому что я был советский, мне не так много, надо было денег, наверное. Возможно, и такой вариант. Но выбрали меня. И там расписывал храм святого Георгия в Кокино-Терметия, это Красная Земля по-русски, под Никазией. Работал я там 5 лет. Кстати сказать, храм-памятник, посвященный грекам, погибшим в войнах с турками. В 99-м году я уже начал роспись храма-памятника, храма Христа Спасителя. Аналог тоже. Но только кипрский маленький совсем. А уж там Христа Спасителя. Это роспись свода главного купола храма Христа Спасителя. Это грандиозная работа, гигантский размер. Какой размер здесь примерно? Размер около полутора тысяч квадратных метров. Пятиэтажный дом, вот нормальный пятиэтажный дом, такой как бы советский, он туда вот как раз в этот купол помещается. Как получаются такие большие работы? Все начинается, естественно, с эскиза. В храме Христа на большом куполе был сначала эскиз в одну десятую, два с половиной метра в диаметре весь свод. На нем отработана была композиция, как строилась она, весь рисунок, потом живопись. А затем уже по частям, конечно, мы переносили все это уже на настоящий реальный купол. Ну и причем, я так понимаю, каких-то новых технологий вы не используете? Нет, компьютер мы используем очень активно, потому что, ну, сами поймите, что тот купол, который существовал и который разрушили в 30-е годы, его писали и создавали где-то в районе 20 лет. У нас стояла задача. Написать, по крайней мере, надо было за год, а подготовка была года два. И параллельно работало четыре бригады. И мне надо было с утра обойти эти все четыре бригады, дать ценные указания, все поправить, рассказать, что надо сегодня делать, а потом идти к себе наверх, потому что я начинал, главное, все-таки был большой купол, и там уже надо было самому писать, потому что весь центр, вот то, что есть на фотографии, это написано именно мной, потому что все помощники, они работали по периметру. Кто принимает работу? Было две комиссии. Одна комиссия от церкви, и она, в общем-то, очень серьезно относилась к своим обязанностям. Но и с другой стороны была комиссия от Академии художеств, поэтому каждую неделю, один раз в неделю они туда поднимались и самым внимательным образом разбирали то, что мы делаем, подсказывали или там хвалили. Ну, тут уже, как говорится, по ситуации. Ну, вот, поэтому вот получилось. Да, получилось. Только все получилось и все красиво. Говорят, что даже лучше, чем то, что было когда-то. Слушали вы сегодня, друзья, нашу беседу с профессором, академиком Российской Академии художеств Евгением Николаевичем Максимовым. Спасибо.